В Лазутинском парке сегодня проходит краеведческий забег. И я, подобно знаменитому Форесту Гампу, буду пробовать преодолевать 4-х километровый марафон. Возможность проверить свою выносливость и приобщиться к спорту появилась еще у 40 человек. Это третий ежегодный городской забег. В этот раз его посвятили 67-й годовщине присвоения рабочему поселку Одинцова городского статуса. 57 лет назад указом Президиума Верховного Совета СССР рабочий поселок Одинцов был преобразован в город. И по сути у города Одинцова сегодня день рождения. Физическая подготовка и возраст не важны. На трассу допустили всех неравнодушных к бегу. И хотя спорт – дело хорошее, такому новичку, как я, лучше не отставать от опытного товарища, который бежал не в первый раз. Пробежал уже много всяких забегов и перешел уже на этап вот таких маленьких, добрых, домашних забегов, на которых можно узнать что-то новое. Несмотря на хорошую компанию, достойно выдержать испытания не получилось. Дыхалка закончилась уже на первом километре. Бег совсем не мое, но угоститься подарками для участников я не отказалась. Лично для меня забег закончился отдыхом на зеленой травке и поеданием сочного арбуза, потому что моего воображаемого кислородного баллона точно не хватает на такие дистанции. Отдышавшись, я встретила Дмитрия уже на финише. Сегодня почетная роль Фореста Гампа досталась ему. Для выносливого стайера маршрут оказался даже легким. Трасса классная, бежится легко, нет солнца, которое тебя просто загораешь, на котором и не можешь бежать, поэтому классный забег, буду приезжать еще. Кроме забега в парке прошла выставка областного краеведческого общества, где показали находки палеонтологов, в том числе и ногу мамонта, обитавшего на территории Одинцова тысячу лет назад. Посетив культурную программу, силы меня окончательно покинули, и я решила вернуться на исходную точку. Я очень устала и, пожалуй, пойду домой. Валентина Красина, Борис Зотов, Новости 360.